Победитель На данном этапе я считаю, что нам нужно победить, завершить успехом те начинания, которые у нас уже четверть века, пожалуй, что и происходят. Я уверен, что за явлением нового язычества или нативизма стоит воля богов. Но воля эта выразилась в том, что люди, которые ни сном, ни духом, ни своим прежним образованием, ни своей прежней профессией, не помышляли, что они будут чародействовать и волховать, или возглавят какие-то общины или иные группы людей, которые будут совершать таинства и обряды, молиться богам, возводить им из вояния. Это связано, разумеется, с тем, что созрели какие-то культурно-исторические предпосылки. Но я настаиваю, что это в первую очередь была воля высших сил, воля богов, и люди, которые самостоятельно пришли к этому желанию, они уже являются такими, как бы сказать, представителями, проводниками божественного плана. Внутри этого огромного процесса, изучить который крайне сложно, была еще кое-какая внутренняя преемственность, кое-какие внутренние споры и разборки, какая-то взаимная вражда и неприязнь. Но, в общем и целом, картина такова, что даже те, кто пришел, как говорится, в третьем и четвертом поколении, пришли по тому же самому побуждению, что и поколение номер один или даже номер ноль. Поэтому я, с одной стороны, призываю к полной реконструкции, исторической реконструкции того, в каком году, кто, как именно, так сказать, пришел к своему собственному пониманию и трактовке, или создал то или иное направление, движение, группу и с каким эффектом. Причем, в который раз я предлагаю людям не выдавать желаемое за действительное, не скрывать провалов и поражений, и не брать на себя лишнее, не приписывать себе деяния, которых не совершал, и даже не завышать количество людей, которые участвуют в том или ином мероприятии. Ибо по опыту знаю, что часто в отчете все выглядит совершенно замечательно, как при советской власти. 30 человек пишутся, как 150 или 300, а компания, которая собралась, так сказать, вздрогнуть и погулять, потом пишет отчет, и выглядит это примерно так. И собрались волхвы великие, и вели они вещи, речи мудрые, и творили они обряд у тайной, и милости богов, значит, они не вопрошали, в то время как на самом деле они выпивали и закусывали. И вся процедура богослужения сводилась к возгласам Славы Ериле. Хочу сказать, что та форма, которая была создана примерно четверть века назад и достигла по отдельным параметрам известного совершенства, форма под названием языческое событие, совместное бытие, до известной степени исчерпала свою эффективность. Ну, во-первых, все равно больше, чем 30-40 человек собрать крайне трудно. Эти люди вряд ли будут одинаково хорошо знать обряд обычаи и другие обстоятельства, события. Они едва ли будут даже одеты должным образом. Я уже не говорю про, так сказать, чисто процедурные моменты, как таких людей обеспечить едой, буфетом, туалетом, комфортом, теплом, безопасностью. Если это количество будет возрастать до нескольких сотен и тысяч, это просто уже не потянуть никакой инициативной группе. К этому стоит относиться именно так, серьезно и вдумчиво. Поэтому я предлагаю пропагандировать не обряды в лесу, не языческих лидеров, не их книги и не их достижения реальные и мнимые, былые или будущие, а пропагандировать язычество. То есть сделать его предметом пристального внимания, интереса, изучения, ну и впоследствии любви и почитания. То есть, перефразируя Станиславского, любить не себя в язычестве, а язычество в себе. Поэтому я предлагаю перейти от, так сказать, сложившейся классической формы обряда в лесу, лесопарке, московской агломерации или других агломераций, к городским и уличным событиям. Это должны быть акции, которые занимают очень мало времени, но при этом обладают, так сказать, определенной социальной силой, поскольку мы располагаем возможностями интернета. Поэтому я снова приглашаю всех провести акции в городе Москве в виде поклонения вечному огню, в виде поклонения четырем сторонам света, но на центральной площади, предположительно на красной, и в виде отдельного, так сказать, действия, связанного с поэтами, творчество которых отражает русскоязычество. Таковыми поэтами могут быть вполне явно признаны Есенин и даже Высоцкий, и в гораздо меньшей степени, скажем, там, Маяковский, Иосеев. Ну, что касается Клюева, то, конечно, это было бы гораздо проще, только памятника Клюева, насколько я понимаю, у нас поблизости нет. Таким образом, значит, пункт первый, историю, припоминаем, публикуем и, как говорится, ею гордимся, а второй, историю творим и делаем ее доступной гораздо более широким массам. Не исключено, что нам просто придется начинать с нуля, как довелось начинать в 90-м году и в начале 90-х. Именно тогда возникли, так сказать, наиболее разнообразные, эффективные, эффектные направления и лидеры. Вот, они живы и здоровы до сих пор, по большей части, и даже имеют возможность между собой вести диалог через интернет, в том числе через видео. Кстати, всех, кто хочет выступить с видеообращением, я приглашаю к себе и готов помочь выпустить вот такой вот ролик. Ха-ха-ха.